Не нарушай, но если нарушил, платив. Совместный рейд по группе риска людям, пьющим и ведущим асоциальный образ жизни, отправились сотрудники госпожнадзора и службы судебных приставов региона. Наказывать рублем должны тех, кто не оплатил штрафы, выписанные пожарным ведомством. За костры и сжигание мусора полагается 2000 рублей. За неисправную проводку или сломанные электроприборы в доме – до 1500. Если вовремя не заплатить, сумма удваивается. Но основная проблема – эти долги взыскать. Как правило, такие люди входят в состав, относящийся к группе риска, не имеющих денежных средств и постоянного места работы, зачастую даже места жительства. Из таких жителей достаточно проблематично получить данный штраф. Должников с незначительными суммами до 3000 рублей в Иванове – тысячи. С ними в основном приставы проводят профилактические беседы. Убеждают заплатить. Данный вид должников не подходит под арест имущества. Также судебный пристав не может вынести постановление об ограничении за пределы Российской Федерации и также подать его в розыск, так как сумма не превышает 3000 рублей. Тем, кто еще закон не приступил, сотрудник Госпожнадзора объяснял, как нужно беречь себя и свое жилище и что делать в случае огненного ЧП. Простые правила необходимо освежать в памяти всем, кто пользуется газовыми и электроприборами. Отопление у вас централизованное. Если имеется газовое оборудование, то соответственно не пользоваться газовыми приборами не по назначению, не сушить белье над газовой плитой и так далее. Газовую плиту без присмотра не оставлять. Кроме того, что люди в группе риска не платежеспособны, они еще и безответственны. Поэтому им приходится многократно повторять правила пожарной безопасности и проверять, соблюдают ли они указания. Ради своего здоровья и благополучия окружающих.